Кто понять поможет физика? Взаимная индукция Взаимной индукцией называется явление возбуждения ЭДС электромагнитной индукции в одной электрической цепи при изменении электрического тока другой цепи или при изменении взаимного расположения этих двух цепей. Кто понять поможет физика? Рассмотрим два неподвижных контура 1 и 2 с токами И1 и И2 расположенных достаточно близко друг от друга. При протекании в контуре 1 тока И1 магнитный поток пронизывает второй контур F2-1 и равен произведению L2-1 на силу тока И1. Также магнитный поток F1-2 равен произведению L1-2 на силу тока И2. Коэффициенты пропорциональности L1-2 и L2-1 равны друг другу и равны L. Называется взаимной индуктивностью контура. При изменении сила тока в одном из контуров в другом индуцируется ЭДС. ЭДС И2 равна скорости изменения магнитного потока F2-1 со знаком минус и равна произведению взаимной индуктивности L на скорость изменения тока И1 со знаком минус. Аналогично ЭДС И1 равна скорости изменения магнитного потока F1-2 со знаком минус и равна произведению взаимной индуктивности L на скорость изменения тока И2 со знаком минус. Но понять поможет физика! Две катушки на тороидальном сердечнике. Рассчитаем взаимную индуктивность двух катушек, намотанных на тороидальный сердечник. Первая катушка с числом витков N1 и током E1 создает поле с магнитной индукцией B большое, равное произведению магнитной постоянной μ нулевое на магнитную проницаемость μ, на число витков N1 на силу тока E1, деленное на длину сердечника L маленькая. Магнитный поток сквозь один виток второй катушки F2 равен произведению магнитной индукции B на площадь S и далее равен произведению магнитной постоянной μ нулевое на магнитную проницаемость μ, на число витков N1, на силу тока E1 и на площадь S большую, деленную на длину сердечника L маленькая по средней линии. Кто понять поможет физика! Тогда полный магнитный поток, иначе потоку сцепления ψ, сквозь вторичную обмотку, содержащую N2 витков, равен произведению магнитного потока F2 на число витков N2 и равен произведению магнитной постоянной μ нулевое на магнитную проницаемость μ, на число витков N1, на число витков N2, деленных на длину сердечника L маленькая, и умноженную на площадь S большую и на силу тока E1. Индуктивность L большую равна отношению потоку сцепления ψ на силу тока E1 и равна произведению магнитной постоянной μ нулевое на магнитную проницаемость μ, на число витков N1, на число витков N2, деленных на длину сердечника L маленькая и умноженная на площадь S большую. Данное устройство является примером трансформатора. Энергия магнитного поля Проводник, по которому течет электрический ток, всегда окружен магнитным полем. Работа по созданию магнитного потока A большое равна интегралу от произведения индуктивности L большое на силу тока E, в пределах изменения тока от нуля до E. Проинтегрировав, получаем произведение индуктивности L большое на силу тока E в квадрате, деленную на 2. Энергия магнитного поля W равна произведению индуктивности L большое на силу тока E в квадрате, деленную на 2. Энергия магнитного поля Энергия магнитного поля соленоиды Рассмотрим однородное магнитное поле внутри длинного соленоида. Индуктивность соленоида L большое равна произведению магнитной постоянной μ нулевое на магнитную проницаемость μ на число витков N большое в квадрате на площадь S большое, деленную на длину соленоида L малень. Энергия магнитного поля соленоида W равна половине произведению магнитной постоянной μ нулевое на магнитную проницаемость μ на число витков N большое в квадрате на силу тока E в квадрате на площадь S большое, деленная на длину соленоида L малень. Магнитная индукция поля соленоида W большое равна произведению магнитной постоянной μ нулевое на магнитную проницаемость μ на число витков N большое на силу тока E, деленных на длину соленоида L малень. Магнитная индукция поля равна произведению магнитной постоянной μ нулевое на магнитную проницаемость μ на напряженность магнитного поля H большое. Энергия магнитного поля соленоида W равна отношению магнитной индукции B большое в квадрате к удвоенному произведению магнитной постоянной μ нулевое на магнитную проницаемость μ и все это умноженное на объем соленоида V большое. И это равно произведению магнитной индукции B большое на напряженность H большое пополам и на объем соленоида V большое. Объем соленоида В большое равен произведению площади С большое на длину соленоида L маленькая. Объемная плотность энергии магнитного поля. Магнитное поле длинного соленоида однородно и сосредоточено внутри него. Поэтому энергия заключена в объеме соленоида и распределена в нем с объемной плотностью. Объемная плотность омега равна отношению энергии магнитного поля W к объему соленоида В большое и равна отношению магнитной индукции В большое в квадрате к удвоенному произведению магнитной постоянной мю нулевое на магнитную проницаемость мю и равна произведению магнитной постоянной мю нулевое на магнитную проницаемость мю на напряженность магнитного поля H большое в квадрате деленное на 2. и равна произведению магнитной индукции B на напряженность H пополам.